Привет, ребята, добрый день. Сегодня решили пройти на старую набережную Ялты. Посмотрим, как там. Псаполь или Айс, что это такое, непонятно. Такой-то памятничек. Такой-то магазинчик здесь музыкальных товаров. Интересно. Улица Карла Маркса. Вот такие поливалочки здесь. О, хорошо, прохлада идет. Вообще обалденно. Дереца поливают. Магнолия. Музей восковых фигур там впереди виднеется. Также это место известно тем, что здесь вечером собираются проститутки. Такую маленькую справочку дадим. Проститутки, я вам скажу, ребята, на вкус и цвет, конечно, но за 40, наверное, такая была, да? Только чисто много на выпить, тогда будет нормально. Можно будет. Вокзал, Часовня Святого Николая, Массандровский пляж. Вот стрелочка. Указывает нам туда. Вот туда? Да, да, да. Пошли, там что-то у нас не получилось, короче. Какая-то хрень. Стоит такой нормальный. Ну да, кто-то в горы, наверное, гоняет туда. Вот там вчера ездили, а Петр, скорее всего. Нет, да, что-то тебе привезут, там пересадят на дрова. Вот, смотри, 20 тысяч. А, не продают, что ли? Это БРУ? 20 тысяч рублей, короче, супер, сходи. Ну-ка здесь у нас 400 метров до Массандровского пляжа, морской вокзал, суши. Там еще морской вокзал мы даже не видели. Крокодиляриум. Понял? Ну вот, идем к Массандровскому пляжу. Да. С тесными перелуками. А это что такое растение, интересно? Ягоды, типа, да? Интересно. Кто-то говорил, что вчера, что будет дождь, и что-то пока не верится, да? Светили, как светило, блин. Вчера был дождь, короче, где мы там, на канатной дороге на Айп-3 были. Покапал, наверное, минут 5, наверное, от силы. Даже не успел ничего почувствовать. Мы как раз сели в машину и поехали. Или насладились даже этим дождиком. Ялкинский торговый порт такой. Сушиевский морской вокзал, конечно, рядом не стояло. Там гораздо лучше. Какая-то там девушка у нас. Магазинчик просто. Билеты не продают. Давно уже порт не работает? Не года. Когда сделают? Понятно. А что здесь было? Куда отправляли рейсы? Меня не нужно снимать хорошо. А мы вас туда не будем? А что отправляли? Куда отправляли людей? За границу? В Турцию? Приходили только заграничные. А, так вот так, да? Да. Прямого сообщения не было? Там Ялта, Сочи, допустим? Ну, было, что там какой-то месяц. А, вы здесь местные, да, получается? Все знаете? Получается, что да. Понятно. Ну, как изменилось лучшее отношение? Выбрали бы Россию, если бы голосование было, допустим? То есть, за Россию, да? Ясно. Тарелочки, таким же, двух вкусов, каких-то нет. Ливандийский дворец. Ласточки вниз было. Протяните, мы были уже. Да, понравилось? Да, прикольно так. Ну, пар хороший, красивый, а в Азовском. Пляж так более-менее, да? А вам где больше нравится, в Ялте? На пляже? Угу. На пляже вообще можно ехать в сторону Севастополя, Парково, и вот там еще много. Нет, в самой Ялте. Ну, все равно в Ялте мы не купаемся. Местные называется, да? Да, и в приезды купаются. Нам массандерский пляж тоже не нравится? Ну, хороший пляж, но я люблю, где нет людей. А, ну, дикий пляж, это надо искать, Балакуалу какую-нибудь. Дикий пляж, ну, где-то. Только тем, что он очень близкий пляж. Ну, да, да, лакнуться хотя бы по-быстренькому, так же жарко, правильно? У вас здесь хорошо, у вас здесь хоть кондиционер работает. А вот так вот люди работают без кондиционера, там вообще просто с ума сойдешь целый день. Над директором у нас какой-то. Хороший у вас директор. Ну, ладно, хорошего вам дня. Спасибо большое. Торговля, давайте. Успехов. Вот. В морском порту есть такое заведение. Сувениры можно купить, народ. Заходите, покупайте. Кстати, самые низкие цены, как девчонки сказали. Ну, это, конечно, непроверенный факт. Ну, вот корабли там, вот все-все. Всего разнообразного хватает. Старая заброшенная лодка, типа припуэли, древние греки. По-моему, сюда идти. Я думаю, сюда. 200 метров там что-то было написано. История. А, это ночной кубешник. Куда мы подходили. Тут еще и караоке, короче, да? Ночи. Ялтинский театр. Великого государя императора Николая II Александровича всей России. Ну вот, мы вышли, короче, на Массандрске, походу, да? Да. Блэшки здесь какие-то тоже есть. Это считается старая Ялта, да? Эти вот места. Такая старая набережная, видать, здесь. Там-то она реставрирована. Сделано так, были целлюзованы. Девчонки, привет, как бодрость духа? Короче, это акупаки 1200 час стоит, да? 60 минут. Водные мотоциклы. Полторашка 10 минут. В полетном парашюте трешка. С двоих. Здесь такая катамарарная станция, прокаты. Ну да. Да и такие поучше катамарарные, чем мы с тобой брали. По-новее. Типа даже трюк можно поднять. Ну да. Мотоциклы, походу, тоже, наверное, можно взять на прокат. 50 рублей, да, у вас? Класс. Класс, да. Ага, давайте, на пожалуйста, плоску. В таком, 0,5. А это типа как здесь старое Ялта, да, у вас? Набережная, там что я так и подумал. Там-то оно вроде как более так цивилизованно сделано. Деставрация там была, наверное, в свое время, да? Там, да, там много чего делали. В каком году там все изменилось в лучшую сторону? Ну, трудно сказать, постепенно все меняется. Ну, сейчас Россия пришла, а как лучше стало или так? Еще особых изменений незаметно. Цена только выросла. А? Цена выросла очень сильно. Не, ну что-то делается, может быть? Дороги улучшает? Ну, да, делают. Дороги делают, мерка реставрируют. От Керчи еще осталось сделать. Мы там в Керчи там уехали, там вообще такая разбитость полная. Через ночи. Полтинник, да? Да. Спасибо большое. Пожалуйста. Классов хороших, холодненьких. Ну, что тут есть-то? Домашнее, да? Домашнее. Что, по чем оно вообще? Вина сот. А? Вина сот. Не вино, вино. Ну, пятьсот рублей, пожалуйста. Полторашка, да? Да. Понятно. Пока мы нет, сейчас, что-то пока не хотим, если попозже. А как называется сорт? Виноградный. 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 А. Может со скидкой? Что вы взяли? Может попробовать? Да не, не, сейчас днем никак. Ну, вы вечером будете, по-любому. Ну и все. А что, пожалуйста, вожай. Считай, дороговато. Это пятьсот рублей за полторашку. Он типа со скидкой хотел предложить. Может быть, он уступил бы там за четыре с тобой. А я в свое время в Гленжике брал за триста. А вы магазин или новое? Ну, это вот такого можно нахлопучиться, просто теченок угощать. Дешевого поева набрал. Маски подводные продают. Другие плавсредства. Вот татушки, культурировки. Слушай, ну, блин, даже здесь не снивали ни разу. Офигеть можно. А так, по-своему, забавные набережные, я тебе скажу. Ну, гурзу чем-то смакивает, да, где-то? Где вот мы были? Вот этих кафешек, кафешки на кафешке, они прямо везде там буквально. Пиво, вода, что только нету. Чизбургеры. Вот, бин, бин, мы и магазин. Можно зайти. Ну, так, в принципе, неплохо. Деньшенки красивые, дождь стоят. Шушильчок под коньячок вкусно очень, да? У обзора одного парня, да, он снимал здесь, 50 метров. От пляжа ловил рапана. Знаешь, что такое рапана? Причем, я тебе скажу, очень неплохо, он там нормально ловил. Они маленькие были. Вон, лечебные массажи здесь предлагают также. Терапия всякая тут, короче. Смотри, какие домики интересные, старые. Деревянные, да, наполовину? Очень старые. Но это старая Ялта. В районе, да, все пляжи были платные. Сейчас, пожалуйста, сходи бесплатно. Еще немерено. Вот здесь вот уже пляжная зона, вот это, естественно, жиряки платные, по-любому. Честно, почем? Там цены есть. 16 целый день, да? Да. А 400 это? Так тоже, без зонта. А, без зонта. Здесь ухолярые 400. Все, спасибо. Нет, я мне хватаю. У нас эйпелевая башня. Ну да. У нас непонятный такой. Работа у моря. Не хочешь поработать у моря? Ищем энергичный добросовест, с чувством юмора и мечтой. Вот так вот здесь вот тоже неплохо. Лежак 400 рублей. Ну вот такой вот массандровский пляж у нас. Можно спалить. Вот здесь вот такой бассейнчик даже есть. На территории пляжа. Так вот. Сделано все с душою. Сделано все с душою. Сделано все с душою. Вниз не спустимся. Все еще есть? Пойдем. Вот такие вот набережные у нас здесь. Это что такое у нас? Слушай, смотри. Вот это круто. Мидия. Ракуши, короче. Крымские морепродукты. Питперии тоже. Детские какие-то развлечения. Так, там у нас соломенные всякие переодевалки. Бунгало. Круто, да? Бунгало. Ага, чуть без крыши, смарт. Бунгало свободно. Час пятьсот рублей. День, ночь, полтораха. Слушай, давай останемся в бунгало поживем. Ага. День, ночь, полтораха. Сутки две тысячи. Понял. Что, где-нибудь все-таки упадем, наверное, я думаю? Здесь или туда вернемся? А вот сюда можно брать, да. Спортивно-оздоровительный комплекс. Походу, тренажерный взял, что ли? Здесь можно с камней попрыгнуть, в чем преимущество. День, ночь, полтораха. Не знаю, посмотрим, может быть, здесь рапана есть. Что-то пока ничего не видел. Будешь обназначить. Блин, там, по-моему, смотри. Там точно, что-то, смотри. День, там, по-моему, смотри. Там, по-моему, смотри. Начинает шуметь очень сильно в ушах Мне очень приятно Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы сами не было Там тоже как бы, да? Какая ежевская музыка Там видео нельзя снимать Я хотел специальный репортаж сделать про историю Они меня там запрепили от рана Так что...печалька Не вышла Так потанцевал Вчера от 4 где-то там был Домой приперся в около 5 утра Мы на полчаса просто сходили Замерзли, надо было где-то погреться Да Зашли в историю а вы стреляли замерзли зашли в историю а типа днем когда а вечер а там пускают а там пускают вам для девушек бесплатно для мужиков там 300 рублей что такое вот такая дискриминация вы как приехали ты на автобусе или с самолетом быстро до 2 часа вы здесь вам заранее билеты купить наш бывает билет проблему купить и потом цены растут месяца за два брали мы же делаем до обзор как бы и потом люди будут ориентироваться на ваше мнение зрители стоит ехать сюда или не стоит то есть вы говорите да ялте только да вот девушка как зовут еще раз найдете надей оля говорят да все слушайте их им здесь очень нравится первый второй третий день такой за неделю можно было принципе сделать какой-то вывода об этом городе почти везде побывали массандра там и все такое ливадийские дворцы пока да понятно я сегодня даже по ходе сходил до вас интересно прикольно но я без высоты я просто смотрел пофоткал и все а я там до этого был на машине куда приезжали вот такие пляжи андреев там тоже пляж там дикий такой не оборудованный что идем опера прима пляж работы семи до девятнадцати администрации основные цены на услуги оплата услуг производят через кассиров оплата услуги по любому другому услуг считается недействительным не разрешается приносить на пляж тошные напитки в председательном виде на пляж не допускаются не разрешается торговать с руками